МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ребята, всем привет! Получил вот такую вот посылку, без треких номера. Что-то там внутри сыпучее. Что-то нож уже даже не слушается, надо его помазать. Хо-хо-хо! Короче, купил я себе дремель. Ну, не дремель, подделку под дремель. Кстати, если интересно, что за дремель, чтобы я сделал обзорчик, поставьте лайк, напишите в комментах, обязательно сделаю. Там он около 30 баксов стоит. Но мне, как радиолюбителя, иногда нужно вот такие вот, допустим, вот панельку туда засунуть, индикатор семисегментный, розеточку, там, кнопочку. Ну, нужно чем-то резать. И как делаю сейчас? Я беру отверстие, сверлю по контуру отверстие, потом что-то вырезаю. Но это долго, ну, устаешь, некрасиво иногда получается. Иногда чуть-чуть перерасширил, и все. Вроде кнопка имеет вот эту фальш-панель, да, которая шире, и которая закрывает неровности. Но если ты чуть-чуть перестараешься, отверстие чуть уйдет в сторону, то, ну, некрасиво. Поэтому, чтобы получить вот такие вот аккуратные, интересные формы, очень удобно пользоваться небольшим вот этим, ну, типа дремелем. Естественно, он китайский, надо будет его еще разобрать, посмотреть, что внутри. Но если как бы вы захотите, я все это сделаю, покажу обязательно видео. И вот для этого дремеля, ну, нужны фрезы, нужны инструменты, потому что он идет абсолютно голый, там, ну, можно сверло зажать. Но фрезой делать вот эту канавку намного удобнее. И я заказал вот такую вот целую-целую-целую-целую коробку. Стоит каких-то 11 или 12 долларов. И я подумал, что, ну, стоит один раз заплатить, чтобы у тебя весь этот арсенал лежал. И когда тебе нужно, там, пользоваться нужным инструментом, а не колхозит, не брать обычным сверлом, там, и не двигать вот это вот все, там, резать, там все горит. К сожалению, и очень плохо, наверное, рекомендую вам, если будете покупать, все-таки купите в каком-то пенале, потому что вот оно вот сейчас вот так вот все пришло. И это вроде и классно, с одной стороны. Вот тут вот для этих вот диски... А это что такое вообще-то? А, это полировочная паста. Вот, ну, все грязное, как будто я не знаю, где валялось. Вот тут диски, вот такие вот отрезные. Они хоть в баночках, а эти вообще, как бы, положены, как есть. Вот. Ну, вообще, штука интересна, вот как раз в том плане, что, чтобы не покупать постоянно, вот один раз взял, и все окей. Вот эти всякие, там, для полировочки, для... Ну, короче, брусочек непонятно зачем. Так, ладно, вот этот вал. Так, ладно, вот этот вал. Как бы, я думаю, вы поняли, зачем мне это все нужно. Просто, чтобы лежало. Вот, честно скажу, вот, чтобы лежало. Когда что-то нужно мне сделать, я возьму какой-то инструмент, который сделает это, ну, наиболее удобно, а не буду тем, что у меня есть, пытаться решить свои проблемы. Ну, вот камушек зажал, и можно его шурухать. Кисточки всякие, полировочные. Круги для наждачки. То есть, ставим наждачку, надо винт отпустить. Ставим наждачку, потом винт затягиваем, он распирает вот эту резиновую часть. Вот она плотненько, она и так плотненько садится. И мы можем там что-то полировать. Ну, в общем, крутая штука. Ссылку дам в описании под видео, посмотрите. Ну, лучше, блин, один раз заплатить, и зато потом все иметь. Это, ну, в жизни радиолюбителя, это штука, которая очень нужна. Хотя я до сих пор без этого обходился, если честно. Но на самом деле, в колхозе что-то иногда нужно подрезать, а так вот аккуратненько взял, посадил какую-то фрезу, и аккуратненько все снял. Я еще себе заказал набор фрез разных. Вот, это будет очень удобно. Ладно, ребята, не знаю даже, если есть какие-то вопросы, напишите в комментах, я посмотрю, потому что, ну, не разбираюсь, а вот в этих я камнями такими не пользовался. Я не знаю, насколько их хватит, насколько они хорошие, плохие, что нужно смотреть, как нужно смотреть. Если, возможно, вас что-то интересует, напишите, я посмотрю, потому что именно это я купил для себя, то есть оно будет у меня здесь. И, ну, любой вопрос, сделаю, попробую, может, даже видео для вас сниму, если вам по какому-то устройству что-то будет интересно. Теперь, блин, нужно найти какую-то коробку для этого всего, черт побери, ах. Все-таки покупайте что-то в пенале. Так это страшно. Так это, конечно, выключается. Так это, конечно, выключается. Так, вот, ты можешь поверить. Так это, конечно, выключается. Ладно, буду сейчас это всё обратно забрасывать всё это барахло. А всем вам спасибо, всем пока, удачи. Покупайте что-то в пеналах. Правда, покупайте в пеналах, не мучайтесь. Сейчас побери, а. Огромное спасибо за лайк и за репост данного видео в соцсети. Тем самым ты очень помог каналу в развитии и в благодарность тебе есть ещё два интересных ролика, которые ты можешь просмотреть просто щёлкнув по превьюшке. Если это у тебя не работает, то ссылки будут в описании под видео. Всего доброго, пока.